На телеканале Рыбука Омск новости. Меня зовут Мария Васькова. Здравствуйте, смотрите сегодня. Заплатите за ковид. Сотрудники Омской больницы рассказали, как работают в красной зоне за 12 тысяч рублей. Темная история. Кто поставил черную метку на омских реках, а почему Минприроды ничего сделать не могут. Остановись в падении. Каким будет бюджет Омска в следующем году? Автограф от мэра. Зачем Оксана Фадина расписалась на сваях? Боксы с больными коронавирусом заклеены тряпочками. Одноразовые костюмы замачивают и стирают. Зараженные отхода класса В не утилизируют, а хранят в обычных мусорных мешках. Сотрудники Омской детской больницы номер 3, которая сейчас перепрофилирована под работу с ковидными пациентами, записали видеообращение к Владимиру Путину и Михаилу Мишустину и провели экскурсию по коридору медучреждения, чтобы рассказать, в каких условиях им приходится работать за 12 тысяч рублей в месяц. Видеоролик женщины, которая представилась уборщицей, началась с показа отделения больницы. На кадрах видно, что на одном этаже в палатах, расположенных друг напротив друга, лежат пациенты с COVID-19 и те, кто коронавирусом не болеют. Инфекционные боксы заклеены, цитирую, с помощью мыла и тряпочек. Конец цитаты. По словам автора видеообращения, за неправильной утилизацией медотхода в помещениях стоит неприятный запах. Одноразовые защитные костюмы, бахилы, пижамы, которые носят медработники, также не выбрасывают, а замачивают в дезинфицирующем растворе. Стирают и сушат иногда даже на лестничной площадке. Многоразовые маски сотрудники больницы шьют сами, а очки, которые им выдают, бутафория. Вот такие очки нам выдают, посмотрите внимательно. Очки все с дырочками, когда нельзя пропускать воздух никакой. Слабые резинки. А еще есть вот такие очки. Вот такие одноразовые забрала, которые невозможно в них даже видеть ничего, они запотевают. Вот так мы их обиваем. Скажите, мы можем защититься так от коронавируса? Амичко утверждает, что каждый день ей приходится рисковать жизнью, здоровьем и работать в красной зоне, хотя официально вспомогательный персонал в ковидные буксы не заходит, просто убирает служебное помещение. Однако, по словам уборщицы, это не соответствует действительности. С родными и близкими женщина не виделась уже несколько месяцев, поскольку соблюдает карантин. Но при этом никаких ковидных надбавок она и коллеги не получают. Зарплата с момента пандемии не изменилась и по-прежнему составляет 12 тысяч рублей в месяц. Метропотники рассказывают, что уже неоднократно обращались в региональный Минздрав и звонили на горячую линию премьер-министра Михаила Мишустина с требованием назначить им ковидные выплаты. Однако там сказали, что вопрос нужно решать с непосредственным руководителем. Майя Мичи подали иск в суд, однако, по их словам, заседание постоянно переносится. Видео в соцсетях появилось накануне поздно вечером. Сегодня утром в региональном Минздраве, комментируя эту историю, заявили, что уже проведена проверка. И никаких нарушений в работе детской больницы номер 3 не выявлено. Средствами индивидуальной защиты сотрудники обеспечены в полном объеме стирка многоразовых костюмов, цитируем, производится в соответствии с правилами обращения с подобными изделиями в рамках санитарно-эпидемиологических норм. Конец цитаты. Что же касается ковидных выплат по версии Минздрава, данный видеоролик размещен и медицинскими работниками, а лицами, относящимися к числу вспомогательного персонала. Им федеральные надбавки не положены. Наши адвокаты. Согласно действующему законодательству, на данную категорию работников не распространяются так называемые ковидные выплаты, а доплаты к заработной плате осуществляются исходя из финансовых возможностей учреждения. Медицинские сотрудники, работающие с коронавирусной инфекцией, имеющие право на выплату дополнительных денег к основной заработной плате, могут задавать свои вопросы по телефону единого информационного центра 8 800 350 46 96 или заполнив форму на портале госуслуг. Ни одно обращение не останется без внимания. Ситуация стабильно тяжелая. За 6 месяцев от внебольничной пневмонии скончались почти полторы тысячи амичей. Такие данные приводят близкие к обл. правительству и телеграм-канал Омск Центр Силы. Больше всего летальных исходов зафиксировано среди пациентов областной клинической больницы. Всего же с начала пандемии пневмонии заболели более 27 тысяч амичей. Отмечу, что это одно из самых распространенных осложнений коронавируса. Роспотребнадзори признали, что в последнее время тяжелых случаев болезни становится все больше. Продолжает увеличиваться и количество пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждено еще 179 случаев заражения. Общее количество инфицированных превысило 14 тысяч человек. 10 657 жителей региона уже выздоровели. 391 человек не смогли победить болезнь. За последние сутки скончались еще три амича. В Омске аптеки завезли два лекарства от коронавируса. По данным сервиса «Аптека-справка» на официальном сайте территориального центра контроля качества лекарственных средств Омск области в регионе можно купить два из трех препаратов для лечения COVID-19, зарегистрированных в России. Ариплевир и коронавир. Стоят препараты 4 и 5 тысяч рублей за упаковку. Как оточняют в аптеках, коронавир в Омске реализуется уже около двух недель и пользуются спросом. Фармацевты уточняют, без рецепта от врача и подтвержденного диагноза COVID-19 таблетки не продадут. Ариплевир также отпускается только по рецепту. Третий зарегистрированный для лечения коронавируса препарат, а вифавир в Омске купить пока нельзя. Впрочем, все эти лекарства имеют одно и то же действующее вещество. При этом в Омске по-прежнему наблюдается дефицит противовирусных лекарств и антибиотиков, которые врачи чаще всего выписывают инфицированным при амбулаторном лечении. Подробнее о том, чем все-таки спровоцирован дефицит медикаментов в Омске, когда препараты снова появятся на прилавках. Мы поговорили с владельцем сети Омских аптек Олегом Мирошником. Смотрите интервью сразу после выпуска новостей. Народный экоконтроль вновь жалуется на загрязнение Иртыша. Маслянистые разводы и специфический запах появились в районе поселка Береговой. Очевидец экопроисшествия заснял, как густые пятна движутся по течению реки, а сам сброс, по словам автора, происходит в темное время суток. Амич делится видеозаписью в социальных сетях и предполагает, цитирую, «Это явно нефтепродукт, потому что вдоль Иртыша запах солярки, масла и горюче-смазочных материалов». Это не первая жалоба Амичей. Ранее подписчики одного из пабликов заметили слив неопознанных веществ в реку Омь. Тогда специалисты Росприроднадзора инициировали проверку и взяли пробы воды. Лабораторные исследования показали превышение предельной концентрации нефтепродуктов. По этому факту природоохранная прокуратура требует завести уголовное дело и найти виновника экокатастрофы. Министерство природных ресурсов Омской области поясняет, что реки – это федеральные объекты, региональное ведомство за них не отвечает. Что же происходит на Иртышее, кто является источником черных пятен? На эти вопросы должны ответить специалисты Росприроднадзора, которым наша телекомпания направила официальный запрос. Основные параметры главного финансового документа города на 2021 год сформированы. Их озвучили сегодня на заседании Комитета Омского городского совета по финансово-бюджетным вопросам. Уже известно, что бюджет Омска снова будет дефицитным. Подробнее депутаты и приглашенные специалисты обсудят проект на публичных слушаниях в ноябре. На какое число назначено обсуждение и в каком формате пройдут публичные слушания в условиях пандемии коронавируса – подробнее в нашем сюжете. В Омске спланирован проект главного финансового документа города на следующий год. С учетом всех норм бюджетного кодекса, основные параметры казны на 2021 год выглядят так. Доходы 18 млрд 667,5 млн рублей. Расходы 19 млрд 735 млн. Дефицит бюджета составит больше миллиарда рублей. Это почти 10% от собственных доходов без учета безвозмездных поступлений. Безвозмездные поступления определены в параметрах бюджета 7 млрд 271 млн 186 тысяч. Это средства, субвенции, которые переданы на исполнение государственных полномочий. И средства, субсидии, которые были предусмотрены отборами органов исполнительной власти на плановый период 2021 года. Депутаты отмечают, из-за пандемии коронавируса в городской казне уже в этом году заметно падение доходов. Поэтому в 2021-м важно не столько уменьшить дефицит, сколько предотвратить дальнейшее снижение налоговых поступлений. На заседании Комитета Омского городского совета по финансово-бюджетным вопросам принимают решение улучшить условия для предпринимателей, которым положена отсрочка неналоговых платежей. Это связано в том числе с изменением федерального закона. Мы в свое время, принимая решение, когда не было этой нормы федерального закона, ограничили срок рассрочки, до какого периода имеет право предприниматель выкупать свой объект в рассрочку по 159 закону, когда он длительное время арендует, есть рыночная оценка, и он выкупает, ему дается рассрочка. Федеральный законодатель эту рассрочку еще увеличил. Поэтому мы в данной ситуации руководствуемся нормой федерального закона впрямую. И, естественно, у себя ту норму, которая была хуже, так скажем, в сравнении с новой нормой федерального законодательства, мы ее исключаем. Чтобы пережить коронакризис с меньшими потерями, в Омском городском совете планируют рассмотрение дополнительных мер поддержки бизнеса. Что касается обсуждения проекта главного финансового документа города, публичные слушания назначены на 13 ноября. Они состоятся в формате видеоконференц-связи. Подключиться смогут до 100 человек. Также в зале заседания городского совета предусмотрено до 75 мест для участников обсуждения. Все пройдет с соблюдением мер безопасности. Строительную площадку нового детского сада сегодня посетила мэр Оксана Фадина. Рассчитанно на 140 мест, он должен открыться через год на первой станционной. На месте строительства уже вбили первые сваи. Городоначальница лично дала старт, начало работ на объекте и даже несла свою лепту. Какую подробности в нашем материале. Несколько месяцев назад на этом месте был пустырь, который мячи, пробираясь к дороге, преодолевали с трудом. Сейчас здесь развернулась большая стройка. Гул спецтехники местным жителям придется терпеть недолго. Хотя небольшой дискомфорт стоит конечного результата. Уже через год на улице первая станционная вырастет новый современный детский сад на 140 мест. Старт работам на объекте дала мэр города Оксана Фадина. Строители начали забивать сваи под фундамент. Смело пройдя по тонким бетонным балкам, градоначальница на одной из них оставила свою подпись. Сейчас мы видим нулевой цикл. Это забивка свай. Здесь около 250 свай, потому что грунты достаточно такие нестабильные. Место мы видим рядом заболоченное, поэтому нужно обеспечить на текущий момент безопасность. И после того, как будет смонтировано уже свайное поле, положим плиты и начнем, соответственно, уже приступим к платке. Контракт с подрядной компанией подписан в конце сентября. По условиям договора, строительство нового здания детского сада необходимо завершить в августе 2021 года. Общая стоимость контракта 167 миллионов рублей. Средства выделены в рамках национального проекта «Демография». При строительстве здания проектной документации предусмотрено безопасное для детей ограждение территории детсада, монтаж внешней и внутренней систем видеонаблюдения для того, чтобы контролирующие органы могли наблюдать за ходом строительных работ в режиме 24 на 7. Кроме того, предусмотрено создание доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями, а также освещение территории по периметру с помощью энергосберегающих светильников. Проект рассказывает подрядчик САТВИ и стоит всем современным требованиям безопасности. Мы сегодня в графике идем, даже опережаем его немножко. В рамках комплексного подхода по благоустройству на Старой Московке запланировано строительство линий наружного освещения и капитальный ремонт автомобильной дороги, а также обустройство тротуаров и дополнительных остановочных комплексов. В рамках нацпроекта в 2021 году в городе планируется возвести еще семь детских дошкольных учреждений почти на полторы тысячи дополнительных мест. В Омске открывается фестиваль документального кино Гео-21. За три дня мечи смогут увидеть несколько короткометражных картин о научных экспедициях по северному маршруту. Региональный департамент культуры совместно с Русским географическим обществом подготовил 9 кинолент о покорении Антарктиды. Кроме того, мечи смогут встретиться с капитанами парусных яхт «Сибирь» и «Жемчужина», которые недавно вернулись из кругосветного путешествия. Подробности расскажет Ирина Сорокина. Парусные яхты и кругосветные экспедиции – тема третьего фестиваля документальных фильмов, который посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Великой Отечественной войны. В этом году вместо просторных залов кинотеатров – площадкой «Столомский дом кино». Открывает фестиваль документальный фильм «Белое безмолвие» о морском офицере Николая Ивановича Евгенове – исследователе Северного пути. Директор «Дома кино» Татьяна Карпинина отмечает – все кинокартины эксклюзивные. Когда мы начали смотреть, мы сами отсматривали фильмы, мы были просто потрясены тем, какие это фильмы. Потому что это фильмы, снятые в 30-х годах прошлого века. Реально, в 30-х годах, спасение челюскинцев, например, их еще практически никто не видел. Просмотры проводятся по всем установленным правилам. Рассадка через одного, поэтому места ограничены. В число приглашенных попал Владимир Вакарин, капитан яхты «Жемчужины», экипаж которой недавно вернулся из экспедиции длиной в 14 месяцев по маршруту Северного морского пути. Владимир за штурвалом уже более 50 лет. Настоящего морского волка пандемии не напугать. Поэтому на открытие фестиваля капитан, отвергнув заочное участие, пришел лично. Для того, чтобы как-то отчитаться перед горожанами о нашей экспедиции, чтобы многие узнали об этом и поддержали нас. 30-го числа вернулись, 30-го сентября. Из нашего путешествия, можно сказать, двухгодичного путешествия. Первое было у нас из Омска до Архангельска. Это посвящено 200-летию открытия Антарктиды. Но мы пришлось там засимовать из-за поломки. Мы назад не вернулись. И обратно мы пришли уже в этом году. Истории о кругосветных путешествиях и тематические фильмы можно услышать и увидеть с 21 по 23 октября. Вход на показы свободный и бесплатный. Но из-за пандемии количество человек в зале ограничено. Поэтому организаторы фестиваля предлагают Амичам совершить безопасное онлайн-путешествие по Северным водам. Все документальные фильмы можно посмотреть на сайте Дома кино. Чтение не только развивает кругозор, но теперь еще и укрепляет здоровье. В библиотечном центре «Дом семьи» анонсировали новую услугу. Сегодня сотрудники библиотеки совместно со Всероссийским обществом инвалидов открывают соляную пещеру. Проект «Дышим на здоровье» получил поддержку от фонда президентских грантов, как утверждают специалисты, соляная пещера помогает снять нервное напряжение и повысить сопротивляемость организма к сезонным заболеваниям. Воздух внутри ионизированный и стерильный, а температура, влажность и давление строго контролируются. Гостей будут запускать пещеру-читальную каждый час по пять человек. Почитать и подышать можно бесплатно, предварительно записавшись на сеанс по телефону 65 03 50. Полетели возле детского лагеря «Спутник». В Омске появился настоящий самолет-бомбардировщик Су-17. Боевую машину устанавливают на новый постамент. Без этого истребителя невозможно представить советскую авиацию. Самолет этой марки знает во всем мире. Он может разгоняться до 1800 км в час и перевозить до двух тонн грузов. На территории детского лагеря «Спутник» он установлен не случайно. Предприятие «Высокие технологии», подведомственным которому является детский лагерь, расположенная рядом база отдыха имени Покрышкина прославленного летчика, само является авиастроительным. Кроме того, «Высокие технологии» вместе с другими крупными омскими производствами вошли в проект по развитию туризма в Омской области. На территории детского лагеря также реализуется уникальный экологический проект. Среди отдыхающих детей в качестве эксперимента был проведен конкурс «Зеленая планета – это мы». В будущем на базе «Спутника» планируют открыть «Экокласс». Это были главные новости на сегодня. Меня зовут Мария Васькова. До встречи в эфире «РБК «Амск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова